короче ребят сломались еще дворники не работает первое положение сейчас будем разбираться машина просто сыпется и сыпется начнем с самого первого просто в нем сжигание включим первое положение дворников они не работают и пойдем пошевелим просто по штекер пошли провода тут они уже перерезаны все блин уже видно снимали еще можно ударить по моторчику дворники потом подождут пизда не эксперт не люблю я с одной работ перекидывать на другую но какие свечки чистые ребята и масла жорта нет никакого смотрите свечи вот она съездила в деревню вот вам и свечи чисты по свечам все определим какие у нас горшки льют не льют вода 2 до подзасратой нужно эндоскоп вдруг обещался не пришли чуть не привез 2 по печальней может даже и форсунки подливают топлива неправильно спиряет смесь сгорает по-другому и тоже нормально почему у меня нет тут школа автосервис как он я прям пошел бы получился или какой-нибудь пистолет взялся на за меня я выбрал отучился от этого и все и дома шабаш начал тихонечку хотела соберем конечно учиться никогда не поздно я бы быстро учился так как я же уже не с нуля хоть что-то понимаю так ребята тоже свечка идеально чистенькая только у нас вот 1 до получается что давайте мерить компрессию это я убираю отсюда чтобы все не потерять налетел дать отсюда на лавочку пока положу будем сейчас замерять так есть короче вот такой переходник я вместо свечу вкрутил вам с резиночкой чтобы одному проверять и все потом шланг вкручиваем него шланг лучше а здесь быстросъем потому что неудобно ребята надо мне штатив срочно не штатив я фирма чусь делаю так поседать его и манометр сейчас секунды даже сброс есть офигеть так одной рукой не одену ребят сейчас это отдел идем короче заводить ну как заводить пробовать ставку в пол нажимаю и давай качков 5 сделаем примерно плохо без штатива я хоть камеру поставил бы посмотрел как она будет у меня набирать тут главное не сколько количество как как она набирает еще так ставку в пол нажимаю так гоняем ну качков 6 наверно 11 так 9 10 11 ровно 11 ровно сейчас и так по очереди прой закрутил пойдемте проверять тоже 7 примерно сделал 11 как в аптеке сейчас следующий переключу третий подключил ну-ка манометр если как-нибудь вот так его повернуть увидим мы не увидим как нибудь и вот так давайте поставим так я так не вижу а тут руль у меня не подлезет так как мне надо дотянуться так сейчас на троечку оставлю так видно что я про меня солнце в глаза бьет я не понимаю я че вижу там не вижу не пойму куда снимать ребята не вижу телефон манометр на вроде вот тогда а тут еще двор напишет о давайте крутим ну вообще отлично качает ну почти 12 может я перекачал просто некоторые путают сейчас объясню в чем ситуация некоторые качают до талого до талого ребята там гоняют гонять по 10 раз там образно и типа нагоняет компрессии вот такая у меня компрессии там 15 16 такой компрессии в двигатель никогда в жизни не будет у вас идет один такт поршень сработал поршень ну этот клапан открылся все там вот у вас допустим вот хорошо когда это ну я сейчас показал да сразу не раз не вот по чуть-чуть стрелка стрелка дергаться набирать а сразу раз крупно значит хорошую компрессию вот набрали допустим 12 11 все это нормально компрессии если вы будете нагонять как думаете до талого там блять 15 20 16 компрессии у вас при такой компрессии не будут работать свечи нормально их то они многие свечи при таких давлений при таком они даже не покажет вам искру вот у вас компрессии потому что за один так сами найти у вас вот микро секунды поршень прошел сразу клапан открылся все и вот в этом сжатии у вас там показал давление образно там 6 7 мы поняли да вот сколько все это нормально норма не надо думать что это мертвый мотор и все все 11 12 бьет нормально 8 клоп тем более поэтому некоторые путают вот я гоняю там по 10 вот покачал там 5 качков сделал смотришь как у тебя набирает если у тебя набирает долго допустим у поняли да не вот сейчас объясню ну поняли у меня то это да это мотор мертвого если он блять с первого качка сразу поднимает допустим на 5 на 6 атмосфер это хорошая компрессия не надо гонять там бледат пока 20 не нагонишь и не надо допустим этого у меня компрессия 16 блять ему спросишь сколько ты гонял до талава да ты блять 16 могу на мертвом моторе нагонять будет будет крутить полчаса надо именно блять как неудобно надо сейчас подождите неудобный рвет надо смотреть как он набирает я надеюсь я с вами своими словами вам ребята объяснил вы поняли меня сейчас посмотрим это как будет бить сжигание включая включая газ в пол как нагоняет быстро ну первый такт видали какой блять стрелка насколько быстро шагнула это очень хорошо не не будет она набирать вот 12 11 11 12 12 нормально рабочей компрессии ребят так думаю здесь проблема второй цилиндр эндоскоп потом посмотрим но когда придет он посмотрим эндоскоп все принципе таких сильно проблем нет проверим потом ребята может быть как бы подъедает масло вопросов нет там через сальнички через это на то что кольца здесь не залегшие это уже я так думаю факт клапана отрегулируем тоже есть компресс хорошо показали трюм бывает тоже компрессии за клапанов либо клапана пропускают либо улететь уже в начальной стадии ну поняли короче вот здесь все с этим нормально просто компресс набирается прям очень быстро так что что блять не секундоскоп ждать надо сейчас я узнаю где эндоскоп может свечи надо закручивать будет сейчас я напишу секундах но для вас это секунда для меня минут десять здесь короче вот по моторочку стучишь работает видите хорош проблема в моторе проводки я так все прозвонил посмотрела вроде везде есть плюс напрямую кидаю а вот видите ударил заработали это нас получается первое положение вот я туда плюс накинул учат первое положение включил ударяешь вот и все ну хороших мотор надо разбирать контакт там проблема в моторе я в мотор не полезных он там убит его нахуй менять надо весьма все за ржавые смазано сюда уже кто-то лазил тоже вон паяли добры тут все блять разъёбан здесь все менять надо на еле блять ржавые ходит поэтому мотор в напряг работа опять тронула заработала тут является люфт просто страфический походу уже сломался на разборке взяли бушный нахуй вот на проводах даже штекер отрезали поставили тут хуй поймешь чего мой короче такие дела я будем решать что делать